Солнце будет закрыто надолго. Разрушительные землетрясения и цунами. Возможно, что инопланетяне поспособствовали некоторым из этих событий. Астероиды, которые врезались в Землю и уничтожали целые виды. Очевидно, что всё это было сделано специально. Были ли самые разрушительные катаклизмы на нашей планете результатом гнева природы? Или они были вызваны сверхъестественными силами? По-моему, нельзя отбрасывать идею о том, что это было дело рук развитых внеземных цивилизаций, которые хотели уничтожить людей. Многие верят, что в прошлом нашу планету посещали инопланетные существа. Может, это правда? Могли ли пришельцы повлиять на историю человечества? И причастны ли инопланетяне к некоторым крупнейшим катаклизмам нашей планеты? Пришельцы и мега-катаклизмы Япония. Пятница, 11 марта 2011 года. В 70 километрах от северо-восточного побережья массивное землетрясение силой 8 и 9 баллов подняло вверх морское дно. В 320 километрах в Токио дрожали здания. Через полчаса мощная 10-метровая волна цунами обрушилась на северное побережье Японии и прошла на 15 километров вглубь островов, разрушая все на своем пути. По сообщениям местных властей, бурный поток забрал жизни более 19 тысяч жителей. Цунами обычно называют гигантскую морскую волну, которая отличается большой мощностью и способностью преодолевать значительные расстояния. На самом деле все зависит от масштаба. Эта волна настолько огромна, что вызывает серьезные повреждения на берегу. Она создается большим импульсом энергии посреди океана. Чаще всего цунами является следствием сильного землетрясения под дном океана. В этой части света к землетрясениям привыкли, но все произошло очень быстро, и на эвакуацию не было времени. Даже в передовой развитой стране, даже в сверхдержаве, иногда случаются подобные мегакатаклизмы. Согласно японскому информационному агентству Киода, в последующие за катастрофой дни над Японией было замечено несколько тысяч НЛО. Если это правда, что это могло означать? Интересно, что сразу после цунами произошел внезапный скачок статистики наблюдения НЛО в том регионе Японии. Возможно, это означает, что инопланетян интересует, что может случиться с нами после разных катаклизмов и других важных событий. Вполне возможно, что инопланетяне поспособствовали некоторым из этих происшествий. Но возможно ли то, что внеземные цивилизации могли действительно вызывать смертельные бедствия, как считают приверженцы теории палеоконтакта? Крит. Расположенный посреди Средиземного моря, он является самым крупным островом Греции. В 365 году до н.э. некогда спокойная провинция Византийской империи была уничтожена подводным землетрясением и последовавшим цунами. Согласно историкам Древнего Рима, цунами также обрушилась на Александрию в Египте и другие города вдоль Средиземного побережья, вызвав серьезные разрушения. Землетрясение 365 года на Крите было одним из самых больших природных бедствий Средиземного мира. Это землетрясение, наверное, равнялось 8 баллам по шкале Рихтера. Оно было очень сильным и вызвало цунами. Крит был поднят вверх на 9 метров. Это было чрезвычайным происшествием. Древние греки приписывали землетрясение богу моря Посейдона. Согласно древнегреческим мифам, Посейдон считался сотрясающим сушу из-за способности вызывать землетрясение, бури и приливные волны. В древности люди приписывали природные бедствия богам, поскольку считали это единственно верным объяснением. Поэтому их жизни зависели от способности увещевать и угодить богам, которые управляли природой. Крит называли обителью богов. Там до сих пор находятся открытые для посещения пещеры. Считается, что в них провел свое детство Зевс. Если на Крите что-то происходило во времена зарождения христианства, люди задавались вопросом о том, могли ли эти события изменять будущее. Это мог быть гнев Посейдона из-за того, что именно в то время ранние христиане боролись против возрождения язычества. Поэтому он вызвал цунами. Он сделал это, чтобы окончательно уничтожить язычество в этом регионе. В результате христианская религия стала доминирующей. Но был ли Посейдон просто мифическим персонажем? Приверженцы теории палеоконтакта считают, что он мог быть сверхъестественным существом внеземного происхождения. Посейдон всегда изображался с трезубцем, зажатым в руке. Этот трезубец мог вызывать землетрясения и цунами. Он позволял управлять морями и океанами. Вполне возможно, что трезубец был каким-то инопланетным, высокотехнологичным устройством. Оружие, которое использовали древнегреческие боги, находит отражение в современном вооружении. Интересно, что ВМФ США назвал ядерные ракеты для своих подводных лодок Посейдон и Трезубец. Вероятно, Посейдон очень разгневался на жителей древнего Крита за то, что те отвергли его как бога. Возможно ли то, что бедствия, последовавшие за землетрясениями и цунами, могли быть вызваны технологиями инопланетного происхождения? Могли ли такие катастрофические события служить изменению курса человеческой истории? Возможно, доказательства могут быть обнаружены в современных военных разработках, которые используют погоду в качестве оружия массового уничтожения. Гаити. 12 января 2010 года. Во второй половине дня мощное землетрясение с магнитудой в 7 баллов поразило столицу Порто-Пренс, вызвав серьезнейшие разрушения. Это землетрясение является крупнейшим бедствием в стране за 200 лет. Землетрясение, которое не воздействует на население, является природным риском. Когда такой природный риск обрушивается на людей, это становится природным бедствием. Когда природное бедствие приводит к многочисленным смертям и разрушениям, его называют мегакатаклизмом. Согласно сообщениям местных информагентств, миссионеры в Гаити сообщали о странных светящихся сферах парящих в небе менее чем за сутки до землетрясения. НЛО — постоянные спутники землетрясений. Ученые отвергали идею о предшествующем землетрясению свечении, пока в 60-х годах в Японии не были сфотографированы подобные сферы. После этого им пришлось признать существование странных небесных явлений. Называя этот странный феномен погодой землетрясения, ученые связывают его с геофизической активностью, которая предшествует подобному бедствию. Землетрясения случаются, когда пласты на поверхности Земли внезапно начинают двигаться. Это событие высвобождает энергию. Если бы это были простые тектонические пласты, которые высвобождают энергию в воздух, то явление было бы недолговременным. Но яркие огни парили в воздухе в течение длительного времени. Могло ли внезапное высвобождение огромного количества энергии иметь отношение к странным огням в небе над зонами землетрясения? Могли ли эти огни и последовавшие за ними природные бедствия иметь другое, технологическое происхождение? В 1996 году в ВВС США заказали секретное исследование под названием «Отчет 2025». В нем обсуждались боевые тактики, которые позволят Соединенным Штатам остаться сверхдержавой. Одной из благодатных областей для исследования, применения и развития считалось превращением погоды в средства военных действий. Подобная идея кажется всего лишь объектом научной фантастики, то, что мы можем повлиять на целые народы путем изменения погодных условий. Однако этот отчет действительно существовал и сейчас находится в общем доступе. Таким образом, известно, что правительство и военные исследуют возможности применения погоды в качестве оружия. Одним из больших преимуществ использования погоды в качестве оружия является практическая невозможность узнать, кто атакует. Кроме того, погода сама по себе может вызвать больше повреждений, чем оружие. К примеру, мощный шторм может пройтись по всем Соединенным Штатам, приводя к разрушениям, сравнимым с последствиями ядерного удара. Во время войн предпринимались многочисленные попытки управлять погодой. Одна из самых известных была во Вьетнаме. Военные решили согнать облака над тропой Хо Ши Мина, чтобы начался проливной дождь. Затопление путей снабжения на севере Вьетнама привело бы к уменьшению обеспечения партизан на юге. То есть мы могли пригнать облака. Если военные могут изменять погоду и вызывать сильные штормы, даже стихийные бедствия, то является ли это новым изобретением? Существует ли доказательство того, что это случалось и в далеком прошлом? Легенды о всемирном потопе, который разрушил мир, можно найти в самых ранних мифах многих древних народов Земли. Как в Библии, так и в Коране имеется рассказ о большом наводнении и Ноевом ковчеге. Господь был недоволен людьми за их грехопадение. В качестве наказания, а также для очищения, он послал на землю большой ливень. В результате погибло большинство животных, кроме нескольких птиц и рыб. Но предварительно Бог попросил Ноя построить судно, которое смогло бы выдержать шторм. Ной должен был собрать по одной паре каждого живущего на суше животного и вместе со своей семьей спрятать их в ковчеге. Дождь шел в течение 40 дней и ночей. Вся суша ушла под воду. А люди и сухопутные животные погибли. В древней Месопотамии подобные истории о разрушительном наводнении описаны на глиняных табличках, созданных за 2000 лет до нашей эры. Известная как Эпос о Гильгамеше, это сказание древних шумеров описывает, как разгневанные боги решили наслать наводнение, чтобы уничтожить людей, позволив выжить лишь нескольким. Боги создали человечество для выполнения предназначенной ему работы, но, согласно древним мифам Месопотамии, люди стали доставлять слишком много хлопот. Они восстали против богов, поэтому их необходимо было уничтожить. Именно об этом идет речь в легендах о сотворении мира. Но был ли всемирный потоп всего лишь результатом человеческого воображения? Или правдой? Могли ли в таком случае эти бедствия иметь внеземное происхождение, как считают приверженцы теории палеоконтакта? Если люди в начале 21 века воюют с помощью погоды, то инопланетяне вполне могли уже использовать эту возможность. Если древние пришельцы использовали погодные условия в качестве оружия, то, по-моему, нельзя отбрасывать идею о том, что это было дело рук совсем не богов, а развитых внеземных цивилизаций, которые в итоге хотели уничтожить человечество. У разных народов мира существуют тысячи разных мифов о наводнении. Археологи обычно объясняют это тем, что человеческая фантазия похожа у всех. Но я думаю, что есть намного более простое объяснение универсальности этого мифа. Я считаю, что в нем заложена память о событиях конца ледникового периода. Загадочнее всего то, что вместе с памятью о глобальном опустошении хранятся сведения о загадочных божественных существах с огромными силами и способностями, которых застигло бедствие. Легенды о потопе действительно очень интересны. Во всех говорится, что ангелы или боги, как бы они ни назывались, были настолько утомлены человечеством, что решили полностью стереть людей с лица Земли. В данном случае мы встречаем яркий пример того, что инопланетяне, возможно, были недовольны человеком разумным, и поэтому специально вызвали подобное наводнение для уничтожения человечества. Но также возможно и то, что доброжелательные инопланетяне предупредили нас о неминуемой катастрофе, чтобы некоторые смогли выжить. Мог ли мифический всемирный потоп в далеком прошлом быть результатом инопланетного воздействия? Возможно ли, что инопланетяне на самом деле помогли людям пережить гнев природы, как считают приверженцы теории палеоконтакта? Быть может, доказательство реально найти вблизи самых опасных мест на Земле, действующих вулканов. Республика Индонезия, Юго-Восточная Азия. На этом архипелаге, который состоит из более чем 17 тысяч островов, находится 129 действующих вулканов. Здесь в апреле 1815 года вулкан Тамбора разразился огнем, дымом и сажей. Общее количество выделенных в атмосферу веществ составило около 120 кубических тонн, из-за чего это событие считается самым большим зарегистрированным извержением. Погибло около 71 тысячи человек, что также делает его самым смертоносным. Оно повлияло на весь мир. 1816 год был известен как год без лета. Это объясняется тем, что в атмосферу после крупных извержений вулканов выделяется большое количество сажи, из-за чего средняя температура Земли понижается. Вулканы сами по себе не зло, но если после извержения страдают многие люди, это становится бедствием. Вулканы уничтожили миллионы человек. Местные жители верят, что вулканы священны, а извержение вулкана Тамбора было делом рук богов. Но для чего? Исследователи полагают, что ответы могут храниться недалеко от самого нестабильного на данный момент вулкана в Индонезии – Мерапи, который жители острова Ява считают центром мира. Удивительно, но этот почитаемый вулкан находится всего лишь в 50 километрах от древнего буддистского храма Боробудур. Часто определенные храмы являются более интересными, чем другие. В этом случае прежде всего интересно расположение храма, поскольку люди верят, что он находится в центре Вселенной. В мифах это всегда связано с местом восхождения или спуска Божественного Создателя или кого-то подобного ему. Построенный в течение 8 и 9 веков храм Боробудур был спроектирован в форме ступенчатой пирамиды с большим куполом на вершине, увенчанным 72 статуями Будды, каждая из которых находится в своеобразной ступе. Некоторые приверженцы теории палеоконтакта считают, что храм и ступы могли быть построены для почитания инопланетян и их кораблей, на которых они прилетали в прошлом. Боробудур считался местом паломничества, которое было создано только потому, что в далеком прошлом что-то важное произошло именно в этом месте. Вулкан был такой огромный и непостижимый, что через какое-то время люди построили ступы, направленные к небу. Каждая из ступ в этом комплексе представляет собой колесницу богов, на которых последние они отправлялись в галактические путешествия. Форма храма очень необычна. Она похожа на пирамиду с плоской крышей, на которой приземлился какой-то объект. Следует задуматься о том, почему храм был спроектирован именно таким образом. Было ли это способом воспроизвести что-то, что произошло в прошлом, или продолжало происходить на регулярной основе? По всему миру вулканы часто ассоциировались с разными богами, которые управляют вулканом, вызывая землетрясения и разрушительные извержения. Действительно, люди Индонезии верили, что целый подземный город богов находился под вулканом Мерапи. Истории о древних вулканических богах, которые спускались с небес или поднимались на них, заставляют задуматься о том, действительно ли речь идет только о вымышленных нашими предками персонажах. Или за этими историями стоят реальные события. Скорее всего, да. Но это было не какое-то религиозное событие, а прибытие на Землю инопланетян в своих космических кораблях. Но почему вулканы привлекали к себе звездных гостей? И могли ли пришельцы вызывать извержения вулканов? Гавайи. Здесь, посреди Тихого океана, расположен вулкан Килауэа. Извергая лаву почти постоянно, с 1983 года он является самым активным вулканом на Земле. Согласно древним гавайским легендам, вулкан являлся обителью богини молнии и огня Пелли. Она жила в кратере огромного вулкана на Большом острове. Я побывал на вершине. Вполне возможно представить себе могущественную богиню, которая жила в Большом кратере. Она пришла с небес, спустившись с облаков, и мы до сих пор не уверены, где это было. Некоторые приверженцы теории палеоконтакта считают, что мифы о богине Пелли связаны с инопланетными существами. Точно так же, как американские военные смогли выдолбить внутри горы Шайен секретную и практически неприступную военную базу, В прошлом боги или инопланетяне использовали вулканы в качестве своих баз. Если существовала опасность обнаружения их людьми, или когда те начинали строить поблизости свои жилища, пришельцы могли вызывать извержение вулканов. Являются ли историей о вулканических богах свидетельством визитов инопланетян? Разумеется, потому что наши предки во всех уголках мира поклонялись природе. Существовали боги грома, боги дождя и даже бог вулкана. однако это могла быть вера не в природные силы, а совсем в другие. Ими были пришельцы. Эти космические путешественники прибыли к нам из другой части Вселенной. Могли ли некоторые из самых активных вулканов нашей планеты служить убежищем инопланетян? Приверженцы теории палеоконтакта считают, что доказательства могут быть найдены в одном из засушливых мест Земли. Пустыня Сахара. Простираясь в Северной Африке приблизительно на 5,5 миллионов квадратных километров, она является одним из самых жарких и опасных мест на Земле. В месте, где средний уровень осадков за год составляет полтора сантиметра, люди ведут неустанную борьбу за выживание в трудных природных условиях. Историки часто задумывались о пустыне Сахары, задаваясь вопросом, что создало эту негостеприимную, необитаемую часть планеты. Но в Алжирской Сахаре, в области Тассилен-Аджер, многочисленные наскальные рисунки, некоторые из которых сделаны около 10 тысяч лет назад, изображают время, когда Земля вокруг изобиловала жизнью. Но что могло произойти? Картины, изображенные в области Тассилен-Аджер, очень необычные. На них показано, что когда-то Сахара была плодородной землей, на которой жили жирафы, антилопы и другие животные, которые теперь обитают только в Центральной Африке. А рядом соседствуют портреты так называемых марсиан или астронавтов. На них надеты причудливые шлемы и костюмы. Они очень напоминают инопланетян. Эти рисунки на петроглифах просто невероятны. Они напоминают современных астронавтов с их костюмами, шлемами, забралами, которые, согласно легендам области Тассилен, прибыли на Землю незадолго до изменения климата. Возможно ли то, что эти изображения показывают древних пришельцев, которые во время изменения климата помогли местному населению перекочевать в другое место обитания? Неужели инопланетяне посетили эту область много тысяч лет назад? Если это правда, то могли ли они предупредить местное население о глобальном изменении климата, из-за которого необходимо сменить место обитания? Приверженцы теории палеоконтакта считают, что так и было. Доказательством тому могут служить устные легенды западно-африканского племени догонов. Согласно догонам, инопланетные боги воды Номмо повели их народ в регион возле реки Нил, где было гораздо больше воды. Их предкам пришлось пересечь негостеприимную Сахару для того, чтобы обрести новую родину. Они объясняют это тем, что инопланетные боги привели их в плодородную область, где они смогли осесть. Согласно легендам, Номмо прилетели в каких-то летающих объектах. Племя догонов сохранило довольно интересные описания, которые похожи на отчеты об НЛО. Большой крутящийся диск издавал сильный шум и поднимал ветер при посадке Номмо. Такие загадочные события о встречах со спустившимися с небес созданиями встречаются и у других народов. Даже в наше время догоны считают себя потомками Номмо, странных богов, которые прилетели к Сириусу. Догоны убеждены, что к ним прилетели инопланетные боги из звездной системы Сириуса, которые рассказали о своей родине. бинарной звездной системе, которая была открыта лишь недавно. Откуда они знали о ней? Догоны всегда гордились тем, что у них есть такая история. Это память о предках, которые каким-то образом общались с внеземной цивилизацией. Но откуда появились эти поверья? Вполне возможно, что этот народ действительно обитал в области Тассилин-Аджер в Сахаре, и современные догоны являются его потомками. Могут ли наскальные рисунки в области Тассилин-Аджер, как легенды племени догонов, служить свидетельством визита инопланетян в прошлом? Возможно, дополнительные доказательства могут быть найдены на другом конце света в археологических раскопках возле города Чифэн в Китае. Здесь ученые нашли наскальные надписи возрастом более 5000 лет и другие экспонаты, принадлежащие культуре хуншань, существовавшей в эпоху неолита. Китайская культура хуншань известна своими необычными фигурками, нефритовыми статуэтками на которых изображены длинноголовые существа, сильно напоминающие инопланетян. Но самое любопытное из всех находок культуры хуншань является этот рисунок, который многие ученые и археологи считают изображением огромной кометы или метеорита, подобного тому, который действительно упал в этом регионе примерно за 3000 лет до нашей эры. С доказательством того, что произошла огромная катастрофа, приблизительно между 3113 и 3116 годами до нашей эры, ознакомилась команда ученых из университетов Гарварда и Принстона, которая отправилась в перуанские льды Ант. Они обнаружили, что на Земле произошло глобальное похолодание, которое заморозило как мамонта с тропической травой во рту, так и всю планету. Но как древние люди могли знать о катастрофическом ударе метеорита, который произойдет через столько лет? Возможно, инопланетные боги предупредили их о будущей катастрофе, чтобы люди смогли найти другое место для жизни и перекочевать туда. Если рисунки были сделаны до происшествия, то кто-то должен был дать древним людям эти знания. И приверженцы теории палеоконтакта считают, что об этом им сообщили инопланетяне. Размышляя о том, являлись ли падение метеоритов и комет случайностью или волей высших сил, наши предки были абсолютно убеждены в том, что за этим стояли сверхъестественные силы. Если одни кометы предназначались для того, чтобы сеять жизнь, то, возможно, были кометы, которые несли хаос и разрушение. Могли ли представители культуры Хуншэнь, как и древние предки племени Дагонов, действительно получать предупреждение о грядущих катастрофах от инопланетных существ? Но для чего? Действительно ли пришельцы стремились сохранить человечество? Или они задумывали что-то другое? То, что могло бы навсегда изменить ход человеческой истории? 8 ноября 2011 года. Большой астероид диаметром около 300 метров прошел недалеко от Земли, внутри орбиты Луны. Это был так называемый околоземный объект. Это был своего рода первый звоночек. Он говорит нам, что эти объекты существуют. Они проходят рядом с нашей планетой и когда-то могут попасть в нее. Существует около миллиона достаточно крупных околоземных астероидов, которые могут привести к существенным разрушениям. Например, уничтожить целый город. Они могут убить миллионы человек. Удар большого астероида может быть разрушительным для планеты. Солнце будет надолго закрыто. Начнется новый ледниковый период, и мы все умрем от голода. Большинство ученых считают, что один такой объект астероид диаметром в 10 километров разбился на Земле 65 миллионов лет назад, приведя к глобальной катастрофе, которая навсегда изменила историю нашей планеты. Кратер Чиксулуп находится на полуострове Юкатан в Мексике. Он является самым большим ударным кратером на Земле. В диаметре он достигает 180 километров, просто гигантский. Этот кратер появился в конце мелового периода до 65 миллионов лет назад. Это привело к массовому исчезновению видов. В результате погибли многие растения и животные, в частности, динозавры. Многие ученые до сих пор изучают детали происшествия, приведшего к вымиранию динозавров. Они обнаружили этот кратер явную улику древнего удара метеорита. Размер кратера говорит о колоссальной мощности удара. Она равнялась сотне миллионов мегатонн в тротиловом эквиваленте. Этот пример единственный в своем роде, однако подобные удары должны были случаться и раньше. Был ли этот разрушительный удар случайностью или крушением космического корабля? Или это было спланированным событием, как считают некоторые приверженцы теории палеоконтакта? Инопланетяне могли бы желать исчезновения динозавров и других больших животных, планируя создать безопасное место для проживания людей. В результате разрушительных приливных волн и землетрясений Земля становится отличным местом для жизни. Наша цивилизация обитает в намного более защищенном мире, в котором нет необходимости волноваться о гигантских животных. Возникает вопрос, зачем это было нужно инопланетянам? Ответ очень прост. Мы их продукт, мы их потомство. Они лелеют свое творение, свое потомство и могут принимать решения в отношении нас, основываясь на своих потребностях. Они могут решить, что мы им не нужны, поэтому люди могут быть уничтожены. Для пришельцев это так же легко, как и оказывать помощь человечеству. «Если инопланетяне посещают нас, это не значит, что они относятся к нам враждебно, и сам факт того, что НЛО наблюдаются во время этих землетрясений, наводнений и торнадо, может говорить о том, что они заботятся о нас. Если посмотреть на человечество с религиозной или научной точки зрения, то мы являемся высшими существами. нигде во Вселенной не существует никого подобного нам». Я считаю, что однажды инопланетяне могут присытиться нашим высокомерием и невежеством. Они стараются достучаться до нас уже несколько веков, но мы продолжаем считать, что являемся наивысшим созданием во Вселенной. Это уже слишком. Мы поплатимся за это? Возникает вопрос, не были ли пришельцы вместе с их высокими технологиями ответственны за некоторые из земных катаклизмов, которые были вызваны с целью изменения хода истории? Некоторые из наших предков пережили самые крупные катастрофы. В каждом случае всегда существует высшая сила, которая готова помочь человечеству выжить. Остается вопрос, стоит ли полагаться еще раз на помощь внеземных сил, если с нами что-то случится в будущем? разрушительные землетрясения и смертельные наводнения, катастрофические извержения и сокрушительные удары. Были ли мегакатаклизмы на Земле всего лишь природными бедствиями? Или человечество является пешкой в большом космическом эксперименте инопланетян? Могли ли пришельцы влиять на нашу историю и испытывать нас? Они хотели сделать нас сильнее? Или они закладывают основы для будущего планеты? Будущего, в котором нет места для людей? мегакатаклизмы мегакатаклизмы